В некотором царте нашей конференции. И прежде чем я перейду, собственно, к своей теме, мне бы хотелось сказать несколько слов о нашем праве исследования богозловия Достоевского, исходя, так сказать, собственно, с опорой на художественные тексты, на публицистику и его эпистолярии, которые тоже, в общем-то, глубинно художественны. Собственно, некий право, условно говоря, на это исследование, необходимость утвердить это право, мне кажется, сейчас важно в связи с тем, что действительно наследием Достоевского в том числе начинают заниматься и занимаются активно, собственно, представители богословской науки, такого как бы строгого академического богословия. И подход их к Достоевскому, он примерно такой, как подход, ну, так сказать, вот к любому другому, так сказать, философскому или богословскому тексту. То есть они не чувствуют специфики бытования, как бы идеи в литературе, в художественном тексте. И отсюда тот же, например, отец Павел Ханзинский, который написал, на мой взгляд, очень важную и, на самом деле, богатую по материалу и по каким-то идеям и посылкам книгу о светском богословии XIX века, вот, куда он, собственно, включает и Хомякова, и Толстого, и Достоевского, и Федорова, и Соловьева. Собственно, начиная, как бы, анализировать богословские идеи Достоевского, он принципиально отказывается от необходимости, так сказать, обращаться ко всей полноте художественного текста. Особенно, так сказать, используя, собственно, филологический инструментарий. То есть отказывается, в общем-то, от того принципа, как бы, субъект субъектного чтения, о котором, в общем, говорит Татьяна Александровна Касаткина. Отказывается от самой возможности того, что в нестрогом, так сказать, вот художественном тексте возможно, как бы, строгое богословство. И здесь, мне кажется, вот при таком подходе мы вступаем в такое разительное противоречие, собственно, с истиной Седьмого Вселенского собора, в котором, утверждая иконопочитание, так сказать, недвусмысленно говорит о том, что, вот, так сказать, первообраз может быть запечатлеваем на всех, на всем, так сказать, возможном материале мира. То есть там, на, так сказать, на путях, на досках, на всем, так сказать, доступном человеку веществе, в том числе, соответственно, и в ткани слова, в словесной ткани, в ткани художественного текста. Тогда возникает вопрос, как мы рассматриваем, скажем, богословие иконы. Почему мы можем говорить о богословии иконы, можем говорить о богословии храмового зодчества, литургической поэзии, церковной поэзии, опять же, гимнической поэзии. Вот, о том, как, так сказать, адекватно, может, выражается истина веры, скажем, в творениях того же Иоанна Дамаскина, который мы используем, собственно, вот в богослужебной практике, да, присутствует у нас и, так сказать, в канонах, акафистах и так далее. Но почему-то вот в художественном тексте Достоевского, ну и, скажем, в другом художественном тексте они присутствовать не могут. И вот тут, мне кажется, очень важно, собственно, так сказать, утвердить следующее. То есть смысл иконы в возведении от образа к первообразу. Вот если художественный текст, как бы, ставит свои задачи, писатель ставит свои задачи, художественный текст на это настроен, возведение от образа к первообразу, если в некотором смысле он является словесной иконой, вот, опять же, отсылаю к работам Татьяны Александровны Касаткиной, которая очень интересно еще в свое время анализировала вот эти словесные иконы в финалах, так сказать, художественных произведений Достоевского. Но, в сущности, мы можем говорить вообще, как бы, о романах Великого Пятикнижья, о текстах Достоевского, как таких словесных иконах, потому что это их задание, это их внутреннее задание, как бы, возведение от образа к первообразу. И вот, опираясь на это, мы имеем право и можем, как бы, исследовать богословие Достоевского. Более того, именно, как бы, так сказать, не опираясь на какие-то вырванные из контекста высказывания, да, что мы тоже часто делаем, вот, и тот же, например, отец Павел, он говорит, ну, вот, я, так сказать, всю художественную массив Достоевского рассматривать не буду, вот, я беру старца Сосиму, беру, значит, его, так сказать, высказывания, да, и на них, значит, дальше я их препарирую. И дальше вот примерно, понимаете, что там, так сказать, соответствует, не соответствует и так далее. Вот мне кажется, что этот подход, он, конечно, принципиально ведет никуда. Им я бы даже предложила, может быть, имело бы смысл сделать нам в рамках проекта, ну, понятно, сейчас у нас конференция, но вообще какой-то круглый стол, в том числе с приглашением именно, так сказать, богословов, которые следуют художественные тексты, попытаться как бы вот эти подходы все-таки как-то соотнести. Вот, ну, и, может быть, попытаться друг друга поубеждать. Вот, значит, тема, вот это, собственно, было мое введение, которое, ну, отчасти, в общем, связано и с темой доклада, потому что я буду говорить о том, как творчество Достоевского и вот тех самых фигур, которые отец Павел называет светскими богословами 19 века, и прежде всего, собственно, вот двумя современниками Достоевского, Николаем Федоровым и Владимировым Соловьем, как они подготовили, собственно, важнейшую линию в богословской мысли, собственно, уже конца 19-го и 20-го века, связанную с нравственным столкованием догмата. Ну, собственно, первая статья, которая, и то, что действительно Достоевский здесь, так сказать, присутствует, говорит нам хотя бы о том, что, свидетельствует хотя бы то, что первая, собственно, работа, первая статья, в которой прозвучало вот это вот определение, нравственное столкование догмата, это была статья тогдашнего архиепископа Волынского, Антония Харповицкого, да, вот, нравственная идея догмата Пресвятой Троицы, которая была произнесена сначала как речь, такая публичная речь, вот, в день 500-летия со дня кончины преподобного Сергия, а затем она была напечатана, и после этого последовал целый ряд его работ, вот, нравственная идея столкования догмата о церкви, потом уже догмата о церкви, потом уже в эмиграции, вот, это и работа догмата об искуплении и так далее, вот, в которых, собственно, он эту линию утверждал. И дальше она, в общем, активно начинает присутствовать, действительно, в русском богословии, вот, скажем, у того же Илариона Троицкого в его работе «Три единства божества и единства человечества», где он пытается оперить эту идею как бы на, собственно, святоотеческий базис. Вот, кстати, интересно, что отец Павел, он, когда, он касается этой проблемы нравственной столкования догмата, прежде всего говоря о, так сказать, трактовке Троицы, я дальше об этом буду говорить, и сразу говорит о том, что, собственно, вот это вот нравственное столкование, как бы, догмата о Троице, как идеала совершенного общежития, как вообще идеала мира в его преображенном состоянии, вот, идеала Царства Христова, он как бы не опирается ни на какой святоотеческий фундамент, что же, вот эти русские светские богословы, они как-то это сами, так сказать, там придумали, и преподобному Сергию приписали, что взирание на Святую Троицу побеждайте страх под ненавистной раздельностью мира. Действительно, эта цитата прозвучала у, эта фраза прозвучала у митрополита Антония Храповицкого, но она была лишь, как бы, некой интерпретацией, собственно, смысла почитания Троицы у преподобного Сергия и всего, так сказать, всей той совокупности деяний преподобного, которые, как бы, и определили это почитание. Вот, то как раз богословы XX века, они, напротив, утверждая вот эту идею нравственного столкования догматы, и, прежде всего, догматы о Троице, они постоянно обращаются к святоотеческой традиции. И, скажем, тот же Иларион Троицкий, он упоминает и Киприана Карфагенского, и Мефодия Потарского, и, прежде всего, Каппадокийцев, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Низского и так далее. Вот, ну и, собственно, мне кажется, что две работы нужно, вот, так сказать, для XX века особенно акцентировать. Это, конечно, работа митрополита Калиста Уэра «Святая Троица. Парадигма человеческой личности», который, это был его доклад на Международной богословской философской конференции, посвященной как раз Троице в Москве 2001 года, вот, где он, как бы, в некотором смысле, собирает, собственно, с одной стороны, святоотеческие взгляды, вот, на Троицу, как бы, так сказать, традицию европейского, прежде всего, богословия XX века и отечественную традицию. И, конечно, книгу, вот, митрополита Аксенова Министерства от Саня Михайловича. Митрополита. Ой, спросите, про теории, я уже просто, это я нервничаю. Вот, про теории, да. Вот, я очень рада Ольгу приветствовать, потому что, мне кажется, что это просто замечательная книжка, которая как раз, вот, именно в истолковании Троицы, как, как бы, апофеоза любви, дает основу примирения, условно говоря, европейского, там, как бы, католического, протестантского и православного богословия. То есть, именно в традиции нравственного истолкования догмата о Троице, как образа совершенного общежития, собственно, в некотором смысле, так сказать, богословы трех конфессий подают, в некотором смысле, руки друг другу. Да. Ну, быстро только давай. Дело в том, что, с одной стороны, он возводит все это дело в западном богословии Троицы, но пост-Достоевского. Да, 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 он возводил. Да, вот я как раз и хотела сказать о том, что, да, 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 вы абсолютно правы, вот, и как раз я, когда читала ее, я очень удивлялась, что почему здесь нет, вот, собственно, вот это XIX века, почему здесь нет, там, того же Федорова, почему нет Соловьева, ну, Соловьев есть, Соловьев есть, да, вот почему нет Федорова, почему нет Достоевского, то есть вот этого нет. Достоевского правильно нет, я об этом все в докладе расскажу. Хорошо, вот. Достоевского много. Это называется рождение философии новой литературы. Да, да, нет, это понятно. Значит, то есть мы можем сказать, что как бы эта традиция для 20 века, она уже очевидна. И тот же Антоний Храповицкий, когда он утверждает эту идею, он в сущности, можно проанализировать вот эту его речь, нравственная идея догмата о Троице и увидеть там как бы такие непрямые отсылки к Достоевскому. Потому что действительно он был чрезвычайно, ну так сказать, таким активным и последовательным почитателем Достоевского. Он еще до этой речи сделал целый ряд, так сказать, публичных речей о Достоевском. Мы знаем его работы уже 20 века о Достоевском и так далее. То есть здесь он как бы исходит из этого. Вот. Но еще до Достоевского вот эта идея как бы нравственного истолкования догмата, она входит в отечественную, так сказать, вот богословскую традицию, именно светского богословия, не только с Хомяковым, на которого все как бы, в общем-то, опираются, а входит с Киреевским, которого почему-то упоминают меньше. А на самом деле именно если мы возьмем вот, скажем, вот эти фрагменты, богословские фрагменты Киреевского, поздние его богословские фрагменты, то там мы это увидим, когда он размышляет как бы о верующем разуме. Когда он как раз противопоставляет как бы вот рационалистическую традицию, в том числе августиновскую традицию. И вот это живое переживание истин веры, когда, так сказать, ум дружится с сердцем, вот, и когда любовь, то есть которая манифестирует нам догмата, любовь, которая манифестирует нам тайну Троицы, любовь, которая манифестирует нам тайну догмата. То есть когда он говорит о том, что именно вот это цельное знание, цельное знание, где как бы разум не отделен от веры, где разум не отделен от сердца, от усилия сердца, а усилие сердца есть усилие любви, вот, она и дает нам возможность как бы преодолеть этот разрыв между вот этим, так сказать, отвлеченным богословствованием, который как бы не выходит в, собственно, в практику христианской жизни, и жизнью как таковой, которая предполагает цельность и достижение совершенства. Как бы вот по слову Христова, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Вот, и дальше я бы хотела, конечно, ввести сюда идеи Николая Федорова, потому что, ну, это чрезвычайно важно, потому что, вот, меня это тоже всегда удивляет, как этого мыслителя замечательным образом пропускают абсолютно все. При этом, скажем, ну, даже, скажем, тот же Евгений Трубецкой, который там критикует Федорова в своей работе о Соловьеве, вот, он прекрасно цитирует, буквально пересказывает своими словами, но без всякого упоминания источника, его фрагмент как раз о преподобном Сергии и Пресвятой Троице в первой части вопроса о братстве 906 года, когда он говорит о том, что преподобный Сергий, тут он как раз анализирует вот эту речь Антония Храповицкого 1892 года, преподобный Сергий более всего приблизился к учению о Троице как образцу для всех людей, взятых не в отдельности, а в совокупности, ибо он, введя в московском государстве общежитие, которое было восстановлением первоначальной христианской общины, общины апостольского дела, у которой было одно сердце и одна душа, поставил храм Троицы, по выражению жизнеописателя преподобного, как зерцало для собранных им единожитий, чтобы взиранием на святую Троицу побеждался страх пред ненавистной раздельностью мира. Буквально этот фрагмент пересказывает, так сказать, Евгений Трубецкой вот в работе «Умозрение в красках», но как бы без, так сказать, отсылки к источнику. Сама вот это выражение «взиранием на святую Троицу побеждался страх пред ненавистной раздельностью мира» оно звучит у как раз Антония Храповицкого, и на этом основании, вот как раз я и говорила, что отец Павел Ханзинский делает вывод о том, что, собственно, вот это вот как бы сергиевское богословие Троицы, оно утверждается только русскими светскими богословами, а как бы в эпоху Сергия вот эта связь Троицы и идеи, идеала совершенного общежития человеческого, она как бы не просматривается. Но это, конечно, не так, потому что тот же Федоров указывает здесь на одно из главных, так сказать, установлений Сергия, который вводит в монастыре, в русских монастырях, соответственно, в монастыре, который он основывает, общиножительный устав. То есть сама эта идея общиножития, Федоров возводит ее к идеалу, собственно, апостольской общины, у которой было, как вы помните, доедино одно сердце и одна душа, и возводит к первосвященнической молитве Спасителя, когда, так сказать, звучит вот это «Добудут все едино», «Как ты, отче, во мне, и я в тебе, так и они, да, будут нас едины». И Федоров, собственно, именно в этой первосвященнической молитве, и как бы следуя, опять же, святоотеческой мысли, видит явление Тайны Троицы. Явление Тайны Троицы не как отвлеченной некой, так сказать, формулы, а как заповеди. И вот, собственно, начиная с начала 70-х годов, даже немножко раньше, но, собственно, первые как бы письменные тексты Федорова мы имеем именно в этот период, он как раз чрезвычайно, он постоянно утверждает вот эту вот идею как бы божественного триединства как основание человеческого многоединства. То есть это постоянно у него звучит, вот, и звучит идея, как он говорит, обращения догмата в заповедь, когда он говорит о том, что истинной веры нужно понимать как правило жизни. Причем, когда я думаю о том, почему вот так у него и у Достоевского, у Соловьева, который потом в 1891 году, как бы опять же, опираясь на многие идеи Федорова, вот в своем реферате о причинах упадка средневекового миросозерцания, будет тоже говорить о том, что, собственно, провал христианства, так сказать, в истории, христианство, когда оно, так сказать, допускает уход мира на какие-то другие пути, уход человечества на какие-то другие пути, и культура, и искусство, так сказать, науки, политики, педагогики, то есть как бы весь массив сущностных сил человечества отваливается, условно говоря, от христианства и уходит в свое собственное блуждание, он говорит о том, что корень этого коренится именно, корень этого в том, что, так сказать, догма не стал нормой действительности, не стал законом жизни. То есть буквально сущность религии в том, что ее истина не отвлечена теоретической, а утверждается как нормой действительности, как закон жизни. Если не на словах только, а в самом деле верю, например, в троичность божества, как в религиозную истину, то я должен понимать и принимать ее нравственно-жизненный смысл. Ибо все наши догматы имеют такой смысл, а сначала он, если и не ясно понимался, тоже его чувствовался в христианском мире. И интересно, что потом, вот в 96-м году в работе «Византизм и Россия» он как раз будет размышлять, опять же, вслед за Федором, потому что тут он буквально Федорову следует, у Федорову это еще в третьей части вопрос о братстве, вот что такое история, когда, ну, собственно, фактически оба они размышляют о том, почему пал Второй Рим. То есть почему, вот, так сказать, произошло падение Византии. И оба они сходятся на том, что именно вот в этом разрыве, как бы, теоретической мысли, которая шла, так сказать, вот эта выработка, так сказать, богословского массива, да, вот, истин, так сказать, веры на Вселенских соборах, а вот эта, а внехрамовая жизнь, она была совершенно другой, внехрамовая жизнь, как говорил Федоров, была взаимным истреплением. И вот этот разрыв, когда истин и веры не стали правилом жизни, он и становится, собственно, причиной, глубиной причины конца Византии, конца Второго Рима. И поэтому для него, как бы, и для того, и для другого, условно говоря, Третий Рим, да, он должен соединить, и вообще вселенское христианство, оно должно, так сказать, как бы примирить догмат и заповедь, оно должно соединить их, оно должно, как бы, сделать вот истинной верой правилом жизни. И, собственно, два главных, так сказать, догмата, естественно, для них здесь важны, поскольку именно они с точки зрения Соловьева и Федорова выводят, как бы, как раз христианство в жизнь, помогают преодолеть разрыв между храмовым и внехрамовым. Это догмата о божественном триединстве и о богочеловечности Христа. Причем интересно, что оба эти догмата, как мы знаем, именно в XIX веке они, как бы, подвергаются наибольшему пинанию, условно говоря, да, ну, так сказать, и со стороны Толстого и со стороны вот гуманистической критики образа Спасителя, когда Христос только человек, да. То есть принципиально для них догмат о Троице, о божественной, так сказать, любви, которая неслиянно, нераздельно соединяет лица Святой Троицы, это для них образ вот той же самой неслиянно, нераздельной человеческой общности, в которой, с одной стороны, нет вот этого одиночества и уединения того, о котором, так сказать, писал Гостоевский, как о тупике личности, когда личность выходит к другому «я», и принципиальное это вот взаимопитание любовью и жертвой, это есть, как бы, так сказать, утверждение каждой из этих личностей, и в то же время, как говорит Федоров, именно поэтому, потому что любовь этих, так сказать, трех, она безгранична, то в Троице нет причин смерти и заключаются все условия бессмертия. И Федоров в, собственно, второй части «Вопрос о братстве», он как раз противопоставляет, как он говорит, бессыновнего бога Ислама, то есть вот эту единицу, эту монаду, которая требует только рабского, так сказать, отношения к себе человека, то есть когда разрыв между творцом и тварью здесь оказывается абсолютно несоизмеримым, вот этот одинокий бог, который не имеет равного себе и не нуждается в другом, и, так сказать, божественное триединство, да, бог-троица, который, как бы, являет вот этот образ любви и является, собственно, идеалом и для человеческого многоединства, и вообще, как бы, для всего мироздания. Об этом потом будет хорошо говорить Соловьев в работе «Смысл любви», когда он заговорит о том, что, так сказать, вот это падшее естество мира, да, мир после грехопадения, это принципиальный разрыв, это, так сказать, принцип этого мира антитроичен, это дуализм, это борьба, это, как он говорит, двойная непроницаемость вещей и существ, когда они не могут занимать одну точку пространства и вытесняют друг друга во время. То есть принцип божественного триединства для Соловьева, как и для Федорова, он распространяется не только, опять же, на социальное целое, это есть, как бы, закон, универсальный закон должного бытия, бытия, каково оно должно быть, каким оно было сотворено Богом изначально, да, и каким оно должно быть восстановлено в силе Иславии. Вот, то есть это, как бы, вот, для них нравственное истолкование догмата Троицы. Интересно, что тот же Федоров говорит о том, что это совсем, условно говоря, не сложно, и народ, древняя Русь, она, как бы, являла примеры этого истолкования догмата. Здесь он, конечно, вам глубоко близок к Достоевскому, который, как вы помните, в дневнике писателей 1981 года размышляет о русском социализме, как всесветном единении во имя Христова, и постоянно подчеркивает дневники писателей о том, как народ разумеет, как бы, может быть, отвечиво и научно не разумеет христианство, но он, как бы, инстинктивно живет по вере, он чувствует Христа в сердце своем, как раз, как бы, в том числе говоря, вот об этом самом общиножитии. Федоров приводит два таких, ну, как бы, характерных примера. Это, прежде всего, строительство обыденных храмов, когда он говорит о том, что вот эти примеры такого, как бы, единства по образу и подобию Троицы, когда в годины каких-то величайших бедствий и розни, значит, собирались люди абсолютно всех, как бы, возрастов, состояния, без всех различий возможных внешних, и вот в этом неком молитвенном порыве и делании они строили храм. Он обращает внимание на народные обычаи помощи этолог, в которых тоже, как бы, так сказать, вся деревня помогала, так сказать, малоимущим. И вот это для него, как бы, такое живое явление вот этого принципа Троицы, живое явление вот этого идеала многоединства. Вот, то есть тут совершенно не нужно, то есть как бы, не нужно никакого теоретизирования, потому что вот оно, как бы, уже явно. Вот, и тут, конечно, дальше мы обращаемся, собственно, к Достоевскому, потому что, ну вот Татьяна Санна анализировала сегодня его, эту запись «Маша лежит на столе», но я даже начну не с нее, а, собственно, вот этот образ божественного триединства, как идеала человеческого многоединства, он явлен тоже здесь же, вот в этих записных тетрадях 64-го года в статье «Социализма и христианства», вот в этих набросках статьи «Социализма и христианства», где Достоевский говорит буквально следующее «Бог есть идея человечества собирательного массы всех». вот это вот «Бог есть идея человечества собирательного массы в тех», это как раз, собственно, и есть вот это вот явление Троицы. Вот, явление Троицы. Более того, значит, как раз Достоевский вот в этой статье «Социализм и христианство», он как бы рисует, собственно, путь человечества вот как раз к этому совершенному многоединству от вот этого первого как бы такого патриархального нерасчлененно-родового единства, в котором личность как бы топится в массе, это как бы некий тезис, к антитезису, то есть вот этому гипертрофированному развитию индивидуальности, когда индивидуальность выделяется из целого и, соответственно, как бы заявляет свои права, и тут и романтизм, и индивидуализм, и так далее. И вот дальше, вот к этой некой конечной завершительной эпохе, когда человек как бы, так сказать, возвращается в массу, но уже не теряя себя, не теряя свою личность. То есть когда, более того, когда состояться человек во всей полноте как бы развития своей личности может только в любви, как бы в истощении себя в братской любовном взаимодействии с другими личностями. И вот об этом, об этой тайне любви, как бы об этом тайне неиссякающей любви, которая как бы истощаясь, на самом деле, преизбыточествует, он, собственно, говорит вот в этой самой записи у гроба первой жены, когда он, собственно, говорит об этом главном законе, об этой заповеди, да, любите друг друга, новые заповеди, которые Христос дает ученикам. То есть когда высшее употребление своего «я» в том, чтобы отдать его всем и каждому, безраздельный, беззаветный, соответственно, вот здесь, в этой тайне жертвы, причем жертва, которая предполагает взаимность жертвы и взаимную отдачу, вот, соответственно, достигают полноты вот два оба члена этого отношения. А более того, Достоевский, естественно, не замыкается, собственно, вот на этих двоих, а мы знаем, что у него одна из таких стержневых его тем, это как бы тема присутствия третьего, вот в любовном отношении, и понятно, что это абсолютно не профоническая идея Содома, да, а это как раз попытка вывести вот это замкнутое, то, о чем он говорит дальше в записи у гроба первой жены, да, вот эту как бы эгоистическую замкнутость в природном мире, вот, двоих друг на друге, вот, вывести вот к этой тайне общности, вот, то есть вывести как бы, условно говоря, к Агапе, да, вот, которая как раз всеобщая, поскольку Теус Агапе Эстин, да, вот этот «Бог есть любовь», которая звучит в послании апостола Иоанна, вот здесь как бы присутствует, и именно в этом смысл, собственно, его слово о том, что как бы семейство, с одной стороны, святыня, то есть об этой антинамизме семейства в природном, как бы, порядке, в таком все-таки послегрехопадном порядке природы, когда, с одной стороны, семейство, височайство, святыни, да, потому что там, как бы, любовь и рождение нового существа, но в то же время это обособление от всех, от других. И поэтому у него, собственно, в 70-е годы, да, во второй половине 60-х и 70-е годы постоянно звучит эта тема расширяющегося семейства, но мы помним, я сейчас буду уже, да, вот двигаться к концу, вот, помним, как он пишет, вот, свои племянницы, да, о том, что давайте не будем теряться, будем любить друг друга, составим те общую семью, вспомним этот образ расширяющегося семейства в подготовительных материалах братьям Карамазовым, да, семейства расширяются, вступают и неродные, заткалось начало нового организма, вот, то есть, и, соответственно, и финал, собственно, романа братья Карамазовы, да, собственно, вот этот принцип, как бы, родственности, о котором тоже так много говорил его современник Федоров, который во всей своей полноте, как бы, проявляется как раз в семье, он его распространяет и вообще на межгосударственные отношения, собственно, вот своей идеей христианской политики, вот, когда действительно он рисует вот некое это братство, всеединое братство народов, ну, буквально по образу и подобию Троицы, это и утопическое понимание истории главка, вот, и знаменитое это рассуждение о том, что не для, так сказать, насилия Россия заберет вокруг себя народы, а для того, чтобы человечество, как великое и великолепное древо, да, осенило с собой счастливую землю, и, конечно, пушкинская речь, да, вот это братское окончательное согласие всех племен по Христову и евангельскому закону, это, конечно, вот это явление, как бы, тайны Троицы. Вот, ну и просто буквально два слова, вот, второй тоже догмат, который также важен для вот этих, условно говоря, светских, да, богословов, для Достоевского, Федорова и Соловьева, это, конечно, догмат о двух природах и двух полях во Христе, о Христе Бога-человеке. Не случайно, но об этом прекрасно, опять же, уже было много писано, и целая книжка о романе «Идиот», да, о том, так сказать, как Достоевский рисует мир, в котором не воскрес Христос. И, собственно, вот если роман «Действительно идиот» – это роман о невоскрешем Христе, и мир, в котором Христос не воскрес, никто не спасается, там погибают все, но об этом прекрасно показали коллеги мои, Татьяна Александровна об этом писала неоднократно, и, собственно, фраза «Христос человек не спаситель» – источник жизни в подготовительных материалах к бесам, где какие-то, так сказать, темы идиота, они на каком-то новом витке как бы проговариваются. Вот тут понятно, роман «Братья Карамазовы» – это как раз роман о Христе воскрешем и воскресающем. И, действительно, в этом романе, в главе «Великий инквизитор» мы как раз видим образ Христа, который ничего не говорит, то есть вообще все уже сказано. Если Христос проповедник там, так сказать, Христос, который прежде всего проповедник нравственных истин, он должен разговаривать, он должен нечто изрекать. Христос там не изрекает ничего, он молчит. Но единственное, что он делает, он воскрешает умершую девочку. То есть вот это главное, что он делает. Вот. Тем самым, как бы, подтверждая вот это обетование всеобщего воскресения. И, как мы помним, кроме того, этот образ как бы Христа во всей полноте, как бы вот этой его богочеловечности, когда, помните, там лучи, да, так сказать, цветы и силы текут от него, и люди бросаются. И воскреший Христос, вот, то есть как бы победивший смерть и тление, который является вот в этом видении Кана Галилейской. Как раз знаменуя, собственно, возвращение, как бы, вот, на Христов путь Алёжи Карамаза. Вот. Мне кажется, что вот эти вещи, они, безусловно, позволяют нам говорить о том, что Достоевский вот в своих, так сказать, именно в художественных текстах, в публицистике, в эпистолярии, он, собственно, является в некотором смысле предшественником вот этой традиции, как бы, нравственного истолкования догмата, которая, собственно, вот уже стала одной из важных линий богословия XX века. Ну, понятно, что в докладе таком, так сказать, небольшом, в котором есть некая заявка на тему, невозможно привести всей полноты вот аргументации, но я надеюсь, что когда мы будем это все прописывать, естественно, это будет сделано. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, есть ли вопросы к Анастасии Георгиевне? Если бы вы поносили все-таки, Аня. Спасибо большое. Паша, да? Кто? Я? А, Адриана? Нет? Нет? Тогда я спрошу. А пока. А, пожалуйста. Я просто хотела добавить еще все, что все-таки самая большая волна в этом деле, и, кстати, Илья Дзвейску для слоев, заключалась в том, что этот человек, который уникальный, никогда не расходил с практикой. Да, это, кстати, да. Все, что очень важно, потому что во всем остальном, можно говорить, кто теоретически на кого повлиял, но его личность обладала громадным обаянием, и оно было не нижним, оно было связано именно с тем, что, ну вот он, как вы видите, а согласно с креста, то есть это было, не в том, что оно подражало, это было конец совершенства, просто вот подсказанное сделано. Да, и поэтому Толстой, кстати, так реагировал. Но, вы знаете, вот тут вы как раз важную вещь очень сказали, потому что я хотела немножко на этом остановиться, применительно как раз героям Дзвейского, потому что почему так, почему именно в это время, да, вот условно говоря, в этом, ну, понятно, да, вторая половина XIX века и начинается такое вот это настойчивое, как бы, стремление понять истинной веры как правило жизни, потому что действительно нестерпимый этот разрыв между, условно говоря, существующим и долженствующим, да, то есть между храмовым и вне храмовым, да, да, храмовым и вне храмовым, то есть вот это действительно становится нестерпимо, и не случайно Достоевский рисует таких героев, ну, как Версиловы, мы вспоминаем, которые прекрасны, или там тот же Ставрогий, они прекрасно говорят о Христе, там, понимаете, вот этот князь в подготовительных материалах к роману Беса, какие прекрасные речи он там произносит, понимаете, а вся, условно говоря, фишка-то в том, что вот эти прекрасные речи, они как бы расходятся с, условно говоря, жизненной практикой, и Версилов, который говорит о всепримирении идей, он раскалывает Макаров образ, мы это знаем, да, то есть вот этот разрыв, он действительно нестерпим, и он нестерпим для Достоевского, и, собственно, ему очень важно, чтобы как бы, поэтому он так бьется, так сказать, найти вот эту фигуру положительно прекрасного человека, в котором, условно говоря, слово и дело не расходилось, поэтому ему, собственно, вот в братьях Карамазовых мы это, собственно, имеем, мы имеем и Зосиму, мы имеем и Алешу Карамазова, мы имеем и Илюшечку, в конце концов, и вообще вот это вот семейство Снегиревых, это тут, так сказать, огромный потенциал в этом смысле здесь, тоже заложенный, это речи о камне и прочее, то есть действительно это важно для них. Настя, можно я спрошу? Я как раз сделала доклад на части, противоположный твоему. А я только, я уже вроде слушала, ну, правда, может, я начала не слышала. Ты не слышала практически всего, поэтому как бы я просто тебя обозначу вот эту проблему. Я говорила как раз о том, что Достоевский вообще никогда не говорит о Боге, он говорит только о человеке в перспективе Бога. И именно поэтому я думаю, вот ты в своем докладе когда-то говорила о вот этой вот идее троичного догмата, как данной, так сказать, нравственной, ну, обязанности, что ли, да, или заповеди человечества, ты прекрасно могла приводить примеры как из Федорова, так и, в общем, из Соловьева, но у Достоевского таких примеров просто нету, потому что Достоевский не идет от Бога к человеку, он идет, наоборот, от человека к Богу. И мы действительно вполне можем увидеть образ Троицы, но мы можем этот образ, братья Крамазов, увидеть только в Снегиревском семействе. Вообще вот это вот отношение сына и отца. А почему? А сын за речью по мне? А вот это все равно. Достоевский все время идет через человека, показывая нам в человеке вот это, так сказать, возможности и пространство, вплоть до божественного. Это все правильно, но если бы не было божественной Троицы, то тогда не было бы этого встречного человеческого движения. Это не противоречит, мне кажется, одно другому совершенно. Вопрос просто в том, как это прорабатывается. Это вопрос, да, как это делается человеком, откуда он начинает думать. Вот Федоров, и ты это прекрасно показал, начинает думать от Троицы. А Достоевский начинает думать совсем с другой стороны. Именно поэтому, если ты приведешь высказывание, я просто буду... Нет, ну вот это вот, даже вот это вот есть идея человечества собирать, но у массы всех. Это социализм и революция. Нет, как раз. Когда он говорит, мы будем литься, там, не переставая сливаться со всем, то есть когда он пытается понять, каким будет вот это, как бы, всеединное бытие... Ну, он за человеки везде говорит. Так все правильно. Он ни разу здесь не произнес никакого слова Троицы. А Христос тогда что? Христос – это вот это самое, так сказать, последнее... Ну, Христос был бы человек. Человек – это Бог воплотившийся. Он же там... Ну, как, мы же цитируем бесконечно Христос, и приходил за тем, чтобы там человечество знало, что земная... Да, именно, именно. Христос – это последняя граница, до которой достигает человек. Ну, правильно все. Ну, это... Но дело в том... Бог почеловечился, чтобы мы обожили. Ну, это же как бы все... Настя, я с тобой не спорю. Я исключительно... Вы как вы не разделите. Я к тому, откуда мы идем. Мы идем вот так. Ты как бы, нет. Это движение как бы, оно равновелико. Я думаю, что оно у Достоевского абсолютно равновелико. Потому что не может человек подняться к Богу, если Бог не идет как бы навстречу. Если ты думаешь, покажи цитаты, пожалуйста. Хорошо. Где бы он шел, от, именно оттуда, а не отсюда. Но это встречное движение. Окей, оно какое угодно. Я про то, откуда идет данный конкретный автор. Я сомнение поняла. Да, потому что... Потому что это же ведь... Ага, пожалуйста. Вопросы, мне так слышно будет, я могу так сказать. А, слышно. Как соседи Георгий, вы прямо в вопрос, что значит слово «нравственный». Потому что, просто как определить термин «нравственный». Просто мы знаем, что это вопрос не тривиальный, меня слышно. Потому что, когда Антоний Кропонийский стал определять в своем догмаре искупления, там просто взрывся всякого интересного произошло. А вот что вы сейчас имели в виду? Или по-другому задавайте тот же вопрос. А как это по-гречески, вы знаете, если слово «нравственный». А вопрос к хозяине Александровне. Вот, если какое-нибудь понимание термина «нравственный», которое приложено к Достоевскому институту, то какое? Ну, конечно, очень кратко. Спасибо. Ну, давайте начнем. Я начну, да? Хорошо. Дело в том, что у меня даже это было в докладе, но уже осталось за рамками. Потому что Достоевский как раз нравственностью, в принципе, не занимается. Ему это совершенно неинтересно. Потому что нравственность – это такая штука, которая как бы существует на среднем слое. То есть нравственность – это вещь без особых корней и без особых целей. Потому что когда мы говорим «так надо делать», мы не объясняем ни почему, ни зачем. То есть именно область морали – это область вот таких вот постулатов. как бы так надо, а как ты можешь, почему, а как ты можешь спрашивать, да, как ты можешь задавать такие вопросы. Достоевского интересует исключительно антология. Ему интересно, вот как это вообще есть и что из этого следует. Так что, да, вот в этом смысле абсолютно. Да, ну, вы знаете, нет, ну, конечно, для, скажем, если говорить там о Федорове и о том же Соловьеве, говорит, они, конечно, для них, ну, по крайней мере, особенно про Федорова, тут это очевидно. У него, конечно, основа нравственности – это опять как бы божественное учение о Троице. Ну, понимаете, нет, ну, подожди, у нас есть понятие нравственного богословия, да? Ну, как, ну, это целая сфера богословского знания, нравственного богословия. Ну, есть такое определение, которое касается, прежде всего, условно говоря, сферы практического поведения человека. То, что касается сферы практического поведения. Нету византийского названия в первом английском языке. Нельзя сказать, что византийский английский, нравственное богословие. Может, это новое влече, но это будет перевод западного языка. А на византийском просто нет такого слова. Я не знаю. Ну, хорошо, я в данном случае, давайте мы сейчас не за это будем, не на этом будем акцентировать. Я бы все-таки, да, я бы все-таки, ну, опять же, вот та же Татьяна Александровна постоянно призывает к тому, чтобы, когда мы употребляем то или иное понятие, мы как бы исходили из того, что вкладывает в него употребляющее его лицо, да? Потому что иначе, как бы, у нас начинается некий когнитивный диссонанс. Мы перестаем понимать, потому что понятно. Ну, вот, скажем, если говорить о том же Федорове, то для него, конечно, вообще вершина этики – это, конечно, любовь. Это любовь, это полнота любви, которая является Троицей. То есть вот-вот это для него что? Это для него как бы некая высшая точка и мера нравственности. Поэтому он, скажем, спорит с кантовским вот этим самым, так сказать, нравственным оперативом, этическим, потому что он кажется ему абсолютно выхолощенным, он ему кажется абсолютно лишенным вот этой опоры любви. Вот, поэтому вот так я бы ответила. Вот, и мне кажется, что это как раз близко Достоевскому, потому что Достоевского тоже абсолютно исходит от любви. У него, если говорить о том, на чем базируется его этика… Следующим вопросом должно было бы быть, что такое любовь. Что такое любовь. Ну, опять же, опять же, Бог, вот Троица, она дает этот образ любви. Потому что и Христос дает этот образ любви. И вот две опоры, вот не нужно никуда дальше двигаться. Тайна Троицы и тайна Бога-человечности Христа и как бы земного служения Спасителя. Вот это то, на чем, по идее, строится этика. А на чем она еще может строиться? Окей, я, к сожалению, должна все закончить, потому что мы… Ну, то есть не все. У нас же там потом еще тоже будут возможности поговорить в течение всего времени. Вот, но… Сейчас я должна предоставить слово, и с удовольствием это делаю, Адриана Деляста «Между эстетизмом и утилитаризмом. Принципы новой логики» у Достоевского. Я думаю, что как бы разговор на самом деле не завершился, а продолжается. Посадка. Ой. Адриана Деляст. Ум. 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 Ум.